В этом году Москва как никогда масштабно отпразднует Китайский Новый Год. С 9 по 18 февраля в российской столице пройдут фестивали, ярмарки, мастер-классы. А кроме того, в стиле Поднебесной украсят Тверской бульвар, Кемергерский переулок, ВДНХ и даже Московский зоопарк. Празднование Нового Года по лунному календарю включает в себя множество традиций. И одна из них – это семейный просмотр гала-концерта медиа-корпорации Китая. В этом году такая возможность появится у жителей нашей страны, да и всех пользователей Рунета. Трансляция состоится эксклюзивно на платформе ВК-видео. Я очень рада, что наконец-то будет трансляция им онлайне. Мы сможем все порадоваться, все вместе. Очень рада, что такое мероприятие будут транслировать на площадке ВК. С удовольствием уделю время и посмотрю его. Хорошо будет, если на ВК-видео появится гала-концерт, китайский особенно, потому что это развитие культуры, пласта. Да, здорово. Мне кажется, будет очень интересно. Я бы с удовольствием посмотрела бы. Если у внучки будет возможность, конечно, мы будем рядышком, будем смотреть вместе. Мне интересна культура Китая, и поэтому мне будет интересно посмотреть новогоднее телешоу. В компании ВК к организации онлайн-трансляции гала-концерта медиа-корпорации Китая отнеслись максимально внимательно. В 2024-2025 годы объявлены годами культуры России и Китая. Мы бы хотели сделать первые шаги в этом направлении по поводу сотрудничества, поэтому для нас важно как раз впервые провести такую трансляцию для всей русскоязычной аудитории. Для нас также интересно сотрудничество с крупнейшей медиа-корпорацией Китая, потому что мы являемся самой крупной социальной сетью в России и вообще во всей русскоязычной аудитории. Органично так сложилось, что мы пришли к этому сотрудничеству и будем вести эту трансляцию. Трансляция гала-концерта «Праздник весны» — это первый шаг в рамках программы обмена эксклюзивным контентом между медиа-корпорацией Китая и ВК. Сейчас очень большое количество специалистов работают слаженно по подготовке этого мероприятия. Мы уже получаем большое количество комментариев под публикациями в социальной сети ВКонтакте с анонсами о трансляции. Люди пишут, что они очень ждут это событие, и мы уверены, что это именно так, оно пройдет отлично. При подготовке онлайн-показа главного китайского телешоу в компании ВК учли каждую мелочь, организовали масштабные промо-компании. Ну а с технической точки зрения здесь всегда готовы к проведению трансляции на самом высоком уровне. Мы находимся в офисе одной из самых крупных технологических компаний России. Она объединяет и развивает свыше 200 сервисов. Если вы пользуетесь «Рунетом», то, скорее всего, пользуетесь и одним из сервисов корпорации. Здесь работает свыше 11 тысяч человек. Каждый из них развивает один из проектов ВК, и в том числе ВК-видео – той самой площадки, где состоится трансляция гала-концерта медиа-корпорации Китая. В компании ВК ожидают, что зрителей новогодней онлайн-трансляции будет около миллиона. В соцсети насчитывается немало сообществ, посвященных Востоку и Китаю в частности. Ну а любителей и знатоков Поднебесной в нашей стране становится все больше с каждым годом. Однако, несмотря на растущую любовь россиян к китайской культуре, знаний о многочисленных особенностях самобытной культуры и традициях соседней страны все равно не хватает. Поэтому гала-концерт в прямом эфире будут комментировать настоящие знатоки Китая. Востоковед, синолог, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов и гражданин КНР и глава Евразийского бюро медиа-корпорации Китая Ван Бинь. Они расскажут зрителям множество подробностей, которые сделают гала-концерт еще интереснее и раскроют мир Поднебесной для русскоязычной аудитории. Смысл этого шоу – это радость, обновление, это возвращение к самым старым традициям, это демонстрация великого мастерства, где и поют, и танцуют акробаты. И это, наверное, напоминает еще старые китайские представления, которые были как минимум еще в 16-17 веках, и когда люди показывали свое индивидуальное личное мастерство. Тогда кто-то пел, кто-то фехтовал на мечах, кто-то занимался акробатикой, а кто-то рассказывал отрывки из классических китайских произведений. Сегодня это все развилось до уровня, конечно, грандиозного гала-концерта, и поэтому весь мир с удовольствием наблюдает за тем, что происходит. Комментировать гала-концерт эксперты будут из гостиницы «Салюкс», которая входит в архитектурный ансамбль китайского парка «Хуамин» на севере Москвы. Это место для деловых встреч и мероприятий разного уровня и характера. К примеру, именно здесь состоится торжественный прием по случаю праздника весны. На мероприятии выступят струнные квартеты, дуэт кларнета и фортепиано. Коллективы покажут полюбившийся массам народный танец «Горшок с длинным горлышком», уникальный народный танец, который называется «Танец с цветочным зонтиком» и многое другое. И, конечно, будет прямая трансляция новогоднего гала-концерта. Существенную роль в организации показа главного телешоу «Поднебесный» на платформе ВК-видео сыграла медиагруппа «Большая Азия». Мы сотрудничаем с медиакорпорацией Китая уже больше двух лет, совместно выпуская телепрограмму «Китайская панорама» и одноименный телеграм-канал. За это время мы сформировали широкую аудиторию, а также показали, что среди жителей нашей страны множество тех, кому интересна и близка культура друга и соседа Китая. Когда мы говорим о Большой реке, то она, естественно, питается из маленьких речушек, ручейков. И вот одним из таких ручейков является телеканал «Большая Азия». Мы формировали за все эти два года, больше даже двух лет, мы формировали аудиторию, она вышла за пределы аудитории Большой Азии. И то, что мы делаем, и то, о чем мы говорим, стало интересно для более широкой аудитории, в том числе и молодежной, которая ориентирована на ВК. И то, что этот проект, который мы сегодня готовим, делается самым крупным медийным объединением в интернете с корпорацией ВК, это очень важно. Эксклюзивная трансляция гала-концерта медиа-корпорации Китая на такой статусной и популярной платформе, как ВК-видео, станет большим подарком на Лунный Новый год для всех поклонников культуры Поднебесной и значимым открытием для тех, кто был до этого с ней не знаком. А потому это событие – еще один важный шаг в укреплении дружбы между Россией и Китаем.